Зловещие мертвецы. Мюзикл. Авторы идеи Кристофер Бонд и Джордж Райнблад. Режиссер Кристофер Бонд. Автор текстов и песен Джордж Райнблад. Композиторы Фрэнк Сипола и Мелисса Моррис. Производство студии «Чисто поржать» и «Раздвоение личности продакшн». Это видео создано исключительно в рекламных целях. Его ни при каких обстоятельствах нельзя ни транслировать, ни копировать. По мотивам фильмов «Зловещие мертвецы» 1 и 2. Легенда гласит, что ее написали чернокнижники. Necronomicon Ex Mortis. Что приблизительно переводится как «Книга мертвых». Книга служит проходом в зловещий загробный мир. Ее написали давным-давно, когда моря были красными от крови. Именно этой кровью и была написана книга. В 1300 году нашей эры книга исчезла. «Зловещие мертвецы». Мюзикл. Мы сидим впятером, в эту тачку набившись битком. Едем к темным лесам, ведь сняли хижи, но мы там. А чтоб не знать нам горя, набрали алкоголя. Страды, чтоб дунуть жутку, отойдемся не на шутку. Летние каникулы просто класс. Ведь нам захотелось что-то вдруг сейчас. Хижина в лесу. Хижина в лесу. Мы пятеро студентов по дороге календованной. Календованной хижине в лесу. Ну что ж, друзья мои, после трехчасовой поездки я могу вас заверить, что мы на месте. Но я не вижу никакой хижины. Это потому что она в лесу. Просто дальше дороги нет. Чтобы добраться до хижины, надо перейти вот через этот мост. Это единственный путь к домику. Единственный путь. О, Эш, я обожаю каждый день проводить с тобой в супермаркете. Но чувствую, что эти каникулы пройдут еще лучше. Я с тобой согласен, Линда. Иногда парню с девушкой полезно оставить их общее место работы и провести какое-то время как полноценная пара, вовне супермаркетовской обстановки. Эш, спасибо, что взял меня с собой. Я тебя умоляю, Шерил, какие могут быть каникулы без моей одинокой сестренки? Привет, Эш. Шелли. Спасибо, что взял меня в эту поездку. Да без проблем, Шелли. Если уж ты три дня назад пьяная в стельку смогла понравиться Скотту в том баре, то очевидно, что именно с тобой и следует проводить свой единственный отпуск в году. Эй, старина, в этой хижине мне точно дадут. Не сомневаюсь, Скотти? Не сомневаюсь. Эй, меня подождите? Вот дерьмо. Со мной все мои друзья. Лучше отдыха придумать нельзя. Нет учебы и работы. Позабыты все заботы. Как славно вместе с Эшем уехать ко всем лешим. По дому не тоскуя. Ах, как его люблю я! Поехал в домик лесной. Я сдавалкой заводной. И через несколько часов Мы с ней собьем листву с кустов. Вообще я неприступна, но стало с ним распутно. С тех пор не мыслю мелко. Ого, смотрите, белка! Неделя в глухомане, такая благодать. Отличная возможность попить, пожрать, поспать. А заодно пожарить блинов штук пятьдесят. Смотри поосторожней, и так огромный зад. Хижина в лесу. Хижина в лесу. Мы пять лета студентов по дороге календованной. Хижине в лесу. Слушай, Эш, а что это вообще за хижина? Ну, это очень старый домик, немного обветшавший, но природа красивая. И самое главное, мы поселимся там бесплатно. А почему этот домик достался нам бесплатно? Что за хозяин будет сдавать хижину бесплатно? Никто не будет сдавать хижину бесплатно. Вот почему мы ее не снимаем. Что? Ну да, я забыл вам рассказать. Мы не совсем арендовали эту хижину. Во-во, мы просто вломимся туда. А что если нас поймают? Да никто нас не поймает. В это время года хозяев там не бывает. То есть мы вломимся в пустую хижину в лесу? Что-то мне это не нравится. Ой, да ладно. Что может случиться? Пятеро студентов, не сообщив никому, куда они поехали, вломятся в старую заброшенную хижину в лесу. Ну, если смотреть с этой стороны. Классно мы отдохнем. Всю неделю с любимым вдвоем. Куча выпивки. Без пробудки секса. И возможность приготовить самый вкусный в мире кекс. Слушайте все, эта схема верняк. В отдых будет зашибись. По-другому ведь никак. Выпивка, дров, загорание в трусах. Будем делать, что хотим. Нынче все в наших руках. Мы пятеро студентов по дороге к честном сломанной хижине в лесу. Продолжение следует... Продолжение следует... Слышали? Неа. Только посмотри, какой домик. Это фантастика, Эш. Конечно, Линда. Не то слово, чувак. Видел бы ты спальни. Они просто охренетительные. Чёрт мы с Шелли берём ту, где самая большая кровать. Отлично придумала, Скотти. Но ты знаешь, Шелли, когда мы вместе с тобой, кому-то же из нас надо думать. А мне что-то не по себе. Что если хозяева вернутся? Они не вернутся. А даже если вернутся, скажем, что у нас сломалась машина. Учитывая, какая у тебя машина, они точно поверят. Шерил, хватит париться. Пойди лучше почитай что-нибудь. А вот и пойду. Брюс Кэмпбелл. У неё что, проблемы? И не говори. Думает она умнее всех, только потому, что умеет читать. Я тебя обожаю. Вот это жизнь. Все самые важные для меня люди рядом со мной. Моя девушка, моя сестра, мой лучший друг. И, конечно же, ты, Шелли, с которой я познакомился только что. Но всё равно, я не могу придумать других людей, с которыми хотел бы провести отпуск. И по такому случаю, хотелось бы сказать тост. Один мой знакомый грек однажды сказал. Что, в переводе? Давайте бурать! Что это было? Чтобы это ни было, оно всё ещё там. Не люблю подвалы. Давайте просто закроем его. Наверняка это было какое-нибудь животное. Животное? Животное? Это самая нелепая чушь, которую я только слышал в жизни. Господи боже, вот ведь тупая сука. Тогда, может, это был ветер? Ветер? Мы же в доме. Забудь о том, что я сказал до этого. Вот самая нелепая чушь, которую я слышал в жизни. Ну, да чего же тупая сука? Но ведь внизу явно кто-то есть. А может, и в самом деле животное? Эш, помнишь, у нас в супермаркете как-то раз завёлся енот? Помню ли я? Да я же лично воевал с ним при помощи швабры и совка. Но не волнуйтесь, уважаемые покупатели, мы избавились от животного, и наш супермаркет снова полностью безопасен. Наверное, вы правы. Скорее всего, это какой-нибудь животный. Давай же, Шерилл, пойди проверь. Я туда не пойду! Тупая сука. Пойдём, Скотт, посмотрим, что это было. Ну ладно, ладно. Похоже, снова нашлась работёнка для парня с прочными яйцами. Будь осторожен. Мы вернёмся через минуту. Эй, Эш, Скотти, Что-нибудь нашли? Эш, Скотти? Эш? Скотт? Да они просто дурачатся. Так ведь? Ребята, хватит дурачиться. У вас всё хорошо? Скажите хоть что-нибудь. Эш, Скотти! Вот вы, шмары безмозглые! Просто клуши! Эй, зацените, какие клёвые штуки мы нашли. Помоги мне их поднять. Ох, нифига ж себе! Топор! Ого, ружьё! Наверняка ещё стреляет. Скорее всего. Опа, ништяк! У вас в магазине такой продаётся? Античные клинки? Неа! О, Господи! Посмотрите-ка на эту книгу! Жутковатая! Крайне жутковатая! Очень-очень-очень! И ещё сто раз очень-очень жутковатая! Она даже не на английском. Ребята, не надо трогать эти вещи, они же не наши! Не надо трогать эти вещи, они не наши! Да залепи ты дуло, Шерил! Вот вечно ты портишь нам отдых! Ух ты! Гляди, магнитофон! Давайте послушаем! Говорит профессор Рэймон Номи, факультет античной истории. Запись номер два. Я обнаружил уникальную находку в замке Кандар, где проводил раскопки вместе со своей дочерью Энни и моим помощником профессором Эдом Гетт. В потайной комнате замка мы нашли кое-что поистине выдающееся. Necronomicon Ex Mortis, что приблизительно переводится как «Книга мёртвых». Книга переплетена человеческой кожей и написана человеческой кровью. Я привёз книгу в свою хижину, где смогу изучать её в полной тишине. Именно здесь я начал её переводить. Книга рассказывает о существовании духов, порождении зла, о тёмных силах и зловещих сущностях человеческой природы. В книге описаны заклинания, с помощью которых эти тёмные силы могут обрести свободу и захватить живых людей. Далее я привожу точный текст этих заклинаний. Выключите! 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 Шерилл, не паникуй, это всего лишь ветер! Скотт, как ты мог? Скотт, ты же знал, не стоило это включать. Это расстроит её. Иногда ты заходишь слишком далеко. Да брось ты, я просто пошутил, это хохма. Ты напугал её до полусмерти. Ой, подумаешь, дерево разбило нам окно. Как страшно. Да здесь просто никто не умеет по-настоящему веселиться. Пойдём, Шерилл, давай напугаем Шерилл ещё больше, заставив дребезжать её окно. А дребезжать оно будет от сильной вибрации. Ведь мы займёмся сексом. Хорошо, Скотти. Как Шерилл? Нормально? Да, вполне. Она просто перепугалась из-за этой чёртовой записи. Да уж, как это похоже на мою сестру. Вечно она убегает в страхе от любой аудиозаписи. Эш, я знаю, твоя сестра иногда ведёт себя как чокнутая, но так здорово, что ты её пригласил. Дорогая, это же ты меня уговорила. Знаю, но тем не менее, это так учтиво с твоей стороны. Ты добрый, милый, благородный. Шерилл, так повезло с братом. Послушай, давай забудем о Шерилл. Мы здесь, в этой хижине, одни. Пора подумать и о нас. Ты прав. Здесь так романтично. Как насчёт глотка шампанского? А, детка? В конце концов, я же мужчина, а ты женщина. По крайней мере, так было, когда я в последний раз проверял. Ну, давай. Но только у меня для тебя ещё кое-что есть. Ну, как тебе, малыш? Мне так нравится, Эш. Не наденешь? Конечно. Я хотел подарить тебе до приезда сюда, но как-то всё закрутилось. И мы с тобой только сейчас смогли остаться наедине. О, Эш. Какая красота. Мне так нравится. Обещаю, что не сниму кулон до конца своей жизни. Кто бы мог подумать, что я, устроившись на работу в супермаркет, встречу мужчину своей мечты? Я тоже никогда не думал, что влюблюсь в свою коллегу. В служебной инструкции об этом ни слова. Мечтать не мог об этом дне, Когда писал я резюме, Увидев объявление, что в штате расширение. А я на кассе день за днём, Сидела и думала, гори всё огнём. Тут не работа, а кусок туфты, Но всё изменилось, как появился ты. Меня пихнули в бытовой отдел, И там-то ты меня и разглядел. Такая любовь всех сильнее вдвойне, Ведь шла по розничной цене. С тех пор молю Всевышнего я вновь и вновь, Ответь, за что нам эта идеальная любовь. Я спрашивал у тополя, у ясеня пытал, Как продавец и консультант мог встретить идеал, Как идеал запал на консультанта-продавца. На кассе не могла сосредоточиться я, Твоя рубашка околдовала меня. Фантазии затмили разум мой, Товар бесплатно люди уносили домой. А я не мог спокойно продавать товар, Кого волнуют спички, когда рядом пожар. Швабры, мочалки, лампы, розетки, Я позабыл из-за новой соседки, Влюбилась так, что нету сил. А я собрался с духом и попросил, Попросил о свидании в красивом дворе, Ну а ночь провели мы в моей конуре. С тех пор молю Всевышнего я вновь и вновь, Ответь, за что нам эта идеальная любовь. Я спрашивал у тополя, у ясеня бытал, Как продавец и консультант мог встретить идеал, Как идеал запал на консультанта-продавца. Расставлять на полке товар, Вот что я думал, меня ждет, Но встретив эту девушку, я понял, Я понял, что работа она улетит. С тех пор молю Всевышнего я вновь и вновь, Ответь, за что нам эта идеальная любовь. Я спрашивал у тополя, у ясеня бытал, Как продавец и консультант мог встретить идеал, Как идеал запал на консультанта-продавца. Подсласти мне губки, детка. Присоединяйся к нам. Присоединяйся к нам. Присоединяйся к нам. Присоединяйся к нам. Эммм, ау, присоединяйся. Так, мама всегда мне говорила, Когда слышишь странный, пугающий и потенциально опасный для жизни Потусторонний голос, доносящийся из ночного леса, Есть только одно верное решение. Никого не будить и в одиночку пойти посмотреть, что там. Минуточку. Что же я делаю? Я же тут самый умный, мне следовало бы подумать получше. Как я могу выйти на улицу без своей куртки? Ау, есть тут кто-нибудь? Я вижу только деревья. Присоединяйся к нам. Ау, кто-нибудь? Присоединяйся к нам. Ненавижу ветки. Я знаю, тут кто-то есть. Я тебя слышал. Я слышал. И раньше слышала. Эшли, помоги мне. Кто-нибудь. Кто-нибудь. Пожалуйста, помогите. Шерил? Шерил? Эшли. Что с ней случилось? Что такое? Кто-то в лесу напал на тебя? Нет. Это сам лес. Они живые, Эшли. Деревья. Деревья живые. Эш, давай отведем ее в комнату. Пускай приляжет. Я не хочу ложиться. Я хочу уехать отсюда, Эшли. Немедленно. Минуточку. Лично я никуда сегодня уезжать не собираюсь. Да, Шерил. Шерил. Брось, Шерил. Неужели сейчас самое подходящее время вести себя как тупая сука? Шерил, там ничего нет. Деревья не нападают на людей. Это люди нападают на людей. Так ты отвезешь меня в город или нет? Что, прямо сейчас? Ладно, хорошо, я отвезу тебя. Но ты только послушай, что ты говоришь. Мне наплевать, как это звучит. Я хочу убраться отсюда. Сейчас же. Хорошо, хорошо. Может, нам удастся найти тебя в городе место, где переночевать? Пошли в машину. Ну куда ты? Спокойно. Я просто отвезу ее в мотель и тут же вернусь. И наш отпуск незамедлительно продолжится. Это так милость твоей страны, Эш. Когда вернешься, я приготовлю тебе печеньку. Неплохой план. Эш, пожалуйста, дойду я, Шерил. Нет. Не волнуйся. Очень скоро ты окажешься в мотеле. И, может быть, успокоишься. Включишь какой-нибудь фильм по кабельному. Опустошишь мини-бар. Наворуешь полный рюкзак мыла и полотенец. Эшли, ты мне веришь, да? Веришь, что там что-то есть. Какая разница, верю я или нет. Просто поехали в город. Нам осталось всего лишь перейти мост. Как же так вышло? Он уничтожен. Нам отсюда не выбраться. Как же это? Видишь сам, права я в этот раз. Оно не пустит нас. Оно не пустит нас. Открой. Скорей. Хотя бы один глаз. Поверь же мне сейчас. Оно не пустит нас. Оно не пустит нас. Совершил посадку рейс 86а, прибывший из Каира. Выход через первый терминал. Повторяю, совершил посадку рейс 86а, прибывший из Каира. Выход через первый терминал. Эйни! Привет, Эд! Как мой перелет? Плохо. Нам показывали фильм Человек-паук. И скажем так, это далеко не лучшая работа режиссера. Ну давай я расскажу тебе про свою экспедицию. Я нашла недостающие страницы книги мертвых. Правда? Да, взгляни. Они в идеальном состоянии. Ничуть не постарели за 3000 лет. А может и больше. А когда мы... Когда начнем переводить? Сегодня. Я надеюсь, с моим отцом все хорошо. Я не разговаривала с ним уже неделю. В хижине нет телефона. Сядем в твою машину и будем там уже через час. А ты говорила, спасибо, что напомнил. Да, я действительно писала тебе в телеграме, что мой отец добился успехов в переводе первой части книги. А что? Что было в этой книге мертвых? Скорее всего, ничего. Но возможно. Проход в другой мир. Нам лучше... Ты прав. Нам надо поторопиться, если хотим успеть доехать до хижины в ближайшее время. Я скучала по тебе, Эд. И так рада, что у нас вновь появилась возможность поговорить. Дорогая, мне было так одиноко. Ну ладно. Прошло всего несколько часов с тех пор, как я перевел и произнес вслух заклинание «Воскрешающее мертвых». Да простит меня Господь за то, что я выпустил в этот мир. Я вижу, как среди деревьев ходят черные тени. Уверен, что бы я ни пробудил, именно оно зовет меня. Эш, дорогой, хватит слушать эту запись. Давай лучше поиграем в шарады. У нас с Шелли неплохо получается. Детка, я подойду через минуту. Хорошо, Шелли, запомни. Я даю тебе подсказки, а ты пробуешь угадать слово. Давай. Известный киноохотник. По имени Данди. Рифмуется со словом «Рокодил». Начинается с буквы «К». Не знаю, это очень трудно. Я пас. Ответ был «Крокодил». Крокодил. Хорошо, следующая карточка. Итак, в футболе, когда забиваешь мяч, это круто. Это гол. Верно, Шелли? Когда сидишь на одеяле и пикник. Так, когда мясник, витамин С, мускулы, бедность, зубной врач, доска для гаданий, хомячок. Секундочку, она выучила карты. Никто не может так хорошо играть в шарады. Шелли, у тебя все хорошо? Зачем нарушили наш сон? Зачем прервали вековой покой? Вы все умрете в агонии неземной. Как и всех остальных, мы заберем вас с собой. Одного за другим мы вас уничтожим. Одного за другим мы одержим вверх. Одного за другим мы вас в землю положим. Одного за другим я убью вас всех. Теперь ответьте мне, братцы. Вопрос мой непростой. Скажите, кто же? Из нас плохой. Что за чертовщина с ней случилась? Я, конечно, знал, что шарады неблагоприятно влияют на людей, но это вообще ни в рот, ни в жопу. Ребята, я думаю, что когда мы включили эту запись, то разбудили какие-то зловещие силы, которые забрали у Шерил душу и превратили ее в демона. Потрясающе, Шерлок. Мы все уже давным-давно это поняли. А я нет. Видели ее глаза? Эш, мне страшно. Что с ней? Я, конечно, не доктор, но выглядит она нездорово. Накрой ее одеялом. Эх, держите меня с семеро! Ну и кто же? Ну и кто же? Кто теперь плохой? Ну и кто же? Ну и кто же? Кто теперь плохой? Вы надо мной смеялись, грубы были со мной. Пришла пора расплаты, заберу вас за собой. Ведь никому здесь не вдомек, как больно бьет любой упрек. Душой открыто я всегда, но вы лишь плюнули туда. Ну так ответьте мне, братцы. Вопрос мой непростой. Скажите, кто же? Из нас плохой. Так, я тут обещал уничтожить вас одного за другим, и я не из тех, кто дает пустое обещание. Так что понеслась, ребятки. Сначала Эш в башку тебе брешь, затем Скотт, получи в живот, лови шею, чтоб кишки заболели. Ну а Линду как ножом вкнул карандашом. Моя лодыжка, я не могу встать. По-моему, Линда ранена. Отведи ее в спальню, посмотри, как она. Мне удастся, мне удастся меня остановить. Мне удастся, мне удастся меня остановить. Слыхали? Вам меня не остановить. Давай ее вниз, давай. Закрывай, закрывай. Держи крышку. Вам меня не остановить. Со мной еще не покончено, вы лишь задержали меня на какое-то время. Ну и кто теперь тупая сука, Скотти? Кто тупая сука? Эш, я обосрался от страха. Я тоже, старина, я тоже. Моя сестра только что превратилась в демона. Причем в матерящегося, как сапожник. Но с нами все будет хорошо. Сдохните до рассвета. Вы все сдохнете до рассвета. Да, Скотти, с нами все будет зашибись. Главное, чтобы больше никто не превращался в демона. Блядь! Гляньте, кто теперь плохой. О, нет, только не Шелли. Верно, Скотти, твоя Шелли сменила роль свою. Теперь мочу, рычу, кусаю, но все равно даю. Ты прав, я не импоманка. В рот брать всегда хочу. Но вместо детородного сейчас душу проглочу. Очкуй, ревнуй. Со мною не балуй. Сама тебе я вставлю так, что, мама, не горюй. Ну так ответ, тем не братцы. Жди, вопрос вроде простой. Ведь правда? Идет мне быть плохой. Моя подруга решила подойти к вопросу вашего уничтожения массово. Но это ничего, Шелли. Действию, как считаешь нужным. Верно, подруга. Но, Скотт, ты повел себя так мило предупреждать. Погласив меня в эту поездку, что станешь первым, кого я заберу с собой. Присоединяйся к нам. Присоединяйся к нам. Чувак, хватает этот ебаный ствол. Присоединяйся к нам. Стреляй от нее. Стреляй. Не могу, Шелли ведь наша подруга. Да иди ты, твою мать. Эх, ты знаешь, что тут можно всего один день. Присоединяйся к нам. Чё, бля за хуйня? Шериль с зомби превратилась. Чё, бля за хуйня? Стал демоном вдруг твой бобец. Чё, бля за хуйня? Моя потенция испавилась. Чё, бля за хуйня? От этих девок нам пиздец. Во тьме ночной виждает что-то средь деревьев. Чё, бля за хуйня? Оно и нас поди сожрет. Я этого не вынесу. Уйду отсюда прочь. Нет, нельзя вбегать. У Линды ведь болит нога. А мне насрать? Мне вместе спать. Уйду я прочь. Нельзя тебе. Уйду. Нельзя. Уйду. Нельзя. Демоны кругом. А я так больше не могу. Прикинь, мы уйдем, а профессор придет. Представляешь себе, что тогда его ждет. Да плевать не на это, нам лишь бы до дачки дойти. Ну послушай меня, Линда ранена ведь. Она не может идти, не может даже сидеть. Так давай ее бросим, и легче нам будет в пути. Чё, бля за хуйня? А может это просто глюки? Чё, бля за хуйня? Таких приходов днем с огнем. Чё, бля за хуйня? Терзают душу эти муки. Чё, бля за хуйня? Да ладно, Эш, давай уйдем. Как много вер, одно соклятие принесло нам разом. Чё, бля за хуйня? Как только выйду, вам хана! Что долг ждать, Гранты вам всем, Я вас убью и душу с ним, На сладкое мозгами закушу. Я не заглохну, пацаны, Признайтесь, не обречены, Чуть ближе подойдите за душу. Чё, бля за хуйня? Накрылся отдых метным тазом. Чё, бля за хуйня? Скотт, не бросай нас, старина! Метрономика на шанс. Нет, в воду концы! Чё, бля за хуйня? Зловещие мертвецы! Не могу поверить, что ты позволил этой скотине вот так уйти. Заткнись, Шерилл! Куда он торопится? На скотобойню? Заглохни! Скотт понравится местным деревьям. Фу, господи, да хватит уже! А я жду, не дождусь, чтоб хорошенько его укусить. Знаешь, в рекламе говорили, что у скотов самое мягкое мясо. Ну хватит, это же ужасно! Я ужасно! Это ты ужасен, Эшли! Посмотри, что ты натворил! Запер свою сестру в подвале, убил свою гостью, твой лучший друг тебя бросил, а твоя дрожащая подружка так сильно ранена, что даже не может ходить. А ты, Эшли, посмотри на себя. Ты сходишь с ума! Я не схожу с ума! Не схожу! Не схожу с ума! Нет? Конечно нет! Эшли, почему бы тебе просто не смириться и не присоединиться к нам? Присоединяйся! Как же здорово у нас! Быть зловещим просто класс! Всех пугать такой экстаз! Давай с нами! Быть живым сплошной отстой, День за днем лишь деморой, Брось ты маяться фигней! Давай с нами! Забудь про девку, что вон там, У нас полно горячих дам, Я всю себя тебе отдам, Коль будешь с нами! Гостям открыты все ходы, Наши мертвые ряды, И я надеюсь, скоро ты Присоединишься к покорным рабам Хондарийского демона В нашем священном походе За душами всех живых! Я никогда к вам не присоединился! Да что у тебя за проблемы, Эш? Неужели ты не хочешь выглядеть Так же красиво, как я? Да боже правый, Шерилл, Даже лось выглядит красивее тебя! Спасибо! Мертвый лось! Вообще-то я лось кандарийского демона, И сейчас расскажу тебе о всех плюсах, Которые тебя ожидают, Если ты примешь наши предложения И присоединишься к нам! За тобой давно следим, Ты же слаб и уязвим, Все равно мы победим, Так давай с нами! С нами! Станет острым каждый зуб, Ты своих лишишься губ, Что не больно, ты ведь труп! Давай с нами! С нами! Ёлок здесь хоть отбавляй, Для мужчины просто рай, Не тупи, скорее шагай, Вместе с нами! Да мы прячемся в ночи, Гонят на солнце лучи, Но это мелочь, не ворчи! И покинь нить перед Люцифером! Мы поработим все человечество, Высосав все мозги из черепов, И горячую сладкую кровь из вен! Заткнитесь все! Особенно ты! Лось! Заглохни! Кто-то явно не смотрел канал Дискавери! Все знают, что когда лось начинает петь, Его уже не заткнуть, Мы никогда не замолкаем! Ну все! С меня хватит! Я забираю Линду, И мы валим отсюда! Не уйди от нас тайком, Вы повсюду мы кругом, Побудь хоть разным мужиком, Давай с нами! Сам ты мучаешь себя, Мы жалеем ведь тебя, Душу требуем любя! Чтобы включить ее в ряды Нашей несмертной армии, Примавшей десять тысяч лет, Мы захватим этот мир, В ушу за душой, Одного за другим! Присоединяйся к нам! Присоединяйся! Пожалуйста, Перестаньте меня мучить! Что? Ты не хочешь с нами играть? В таком случае мы перейдем Сразу к делу! Кусочек за кусочком, Конечность за конечностью, Мы заберем тебя! Конечность за конечностью? Я никогда не присоединюсь к вам! Никогда! Обманули дурака, У нас уже твоя рука! Что вы такое говорите? Не по замыслу слегка, Но все же у нас твоя рука! Зачем вы это говорите? У нас твоя рука, Да у нас твоя рука, Хоть одна твоя рука, Вести с нами! Ха-ха! Что? Вы захватили мою руку? Ну да, 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 Ну ладно, Да, да, Еще чего! Подонки! Зачем? Зачем вы говорите, Что забрали мою руку? Зачем вы это говорите? Зачем? У нас твоя рука, У нас твоя рука, Подонки! Грязные ублюдки! Верните мне руку! Верните мне мою руку! Верните мне мою руку, Нет, Только не стаканом! Нет, Нет, Не надо! Ну и кто теперь смеется, А? Кто теперь смеется? Нет, Нет, Мы уже должны были прийти, а может ты прав может надо спросить дорогу простите извините загадочный мужчина в одиночку гуляющий по лесу это дорога к хижине профессора ноби во-первых я не должен был гулять в лесу 1 со мной должна была быть моя очаровательная жена барби джо но потом я подумал что деревья уже изнасиловали шерил и на барби джо у них просто не останется сил что вы сказали ничего ага ну ладно вернемся к теме разговора эта дорога к хижине профессора ноби она самая но вы туда не попадете и вы тоже они что сделал почему нет мост сломан мост сломан должен быть какой-то другой путь лесная тропинка или еще что да нет ничего такого нет только зачем вам туда там книга мертвых это вас не касается хотя постойте я же вспомнил есть же тропа я могу вас проводить но не бесплатно сколько 45 100 баксов ни за что давайте так вы понесете мои вещи и мы договорились мне подходит а может не стоит ты прав откуда нам знать что этому человеку можно верить ах ты никчемный городской пижонистый не потеющий из-за дезодорантов лакающий модной виской сукин сын лицемерный губошлёп испорченный хорошими манерами откуда тебе знать что мне можно верить кто на свете всех надежней и верней кто с готовностью из бед спасает всех людей что всегда поможет если в жизни вдруг бардак это джейк по прозвищу верняк кто поможет без ключа вам дверь открыть или грыжу двустороннюю удалить кто в попслее для балласта лучше всех и кто свечку вам поддержит для собачьих утех кто для городских пижонов самый классный мим и кто как баста раймс поэтами любим кто позировал для логотипа пива толстяк это джейк по прозвищу верняк кто сам фермер верность в массы продвигал кто за джеки чана мемуары написал кто последний фон был на луне за этот год и кто четыре раза оскар получал за взвод спасибо кто за мэнфис баскетбол играет словно болт и кто придумал выражение страстный бедо вы поверьте я не вру просто не знаю как все это джейк по прозвищу верняк веришь ли ты что знаю я эту траву да я верю веришь ли ты что кто не был в островею да я верю вам помож мне нужен чтоб преодолеть тот путь а я знаю этот лес и знаю наизусть вы поверьте мне будет лучше так ведь я джейк по прозвищу верняк вы поверьте мне это добрый знак вам поможет джейк по кличке верняк и что это ты все таки думаешь что ему можно верить в вашу мамашу шагайте за мной пижоны городские я проведу вас к хижине и 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 что все кончится вот так. Ну так вот. Ты подарила мне столько приятных вечеров, сколько я никогда не признаюсь. Будь ты проклята, рука! Сука! Да, Эш, ты крепче, чем я думала. Подай мне руку, братишка, заткнись! Поможем пареньку! Протянем ему руку помощи! Хватит! Какое животное в зоопарке тебе понравилось больше всего? Ручной медведь! Не, ну это вообще какая-то бессмыслица. А кто твой любимый зарубежный актер? Сергей Безруков? Ну все, ты меня достала! Эш! Эш! Скотти! Скотти! Помоги мне! Господи! Чувак, а где твоя рука? Об этом не беспокойся! Скотти, с тобой все будет хорошо! Ты поправишься, вот увидишь! Боже, что с тобой произошло? Эш! Оно не даст нам уйти! Мы все здесь умрем! Шерил! Шерил была права! Не люблю фразу, а я ведь говорила, но... Нет! Нет, мы не умрем! Мы все подохнем! Все! Нет, мы не умрем! Не умрем! Мы выберемся отсюда! Через пару часов зайдет солнце, и мы все уйдем! Мы все отходим вместе! Ты! Я! Линда! Шелли! Хотя... Шелли-то она... Послушай меня, Скотти! Послушай! Есть ли другой путь в обход моста? Скотт, да послушай ты меня! Эш! Эш! Я не хочу здесь умирать! Ты же меня не бросишь, да? Не бросишь! Скотт, послушай меня! Ради бога, послушай! Есть ли путь в обход моста? Скотт! Есть! Тропа! Но деревья, Эш, они знают! Так ты не понимаешь, Эш, они живые! Оно не пустит нас! Эш! Смерть такая сука! Тупая сука! Нееет! Эш! Мне тут передалась твоя тревога, и я случайно сломала твой любимый альбом Митсу! Оно! Нееет! Да, Эш, я не хотел тебе говорить, но... У тебя на штанах здоровенное пятно от горчицы! И если я разбираюсь в пятнах горчицы, а я разбираюсь, то это пятно уже не вывести! Нееет! Ну что еще может пойти не так? Посмотри, кто стал плохим! Нееет! Мы забрали твою девку! Заткнись! Мы забрали твою девку! Линда! Только не ты! Вернись ко мне! Вернись! Вернись! Эш! Убей ее! Мочи, чувак, она одна из них! Драть ее в гланды! Убей ее, если сможешь, любовничек! Прости меня, Линда! Видимо, я должен сделать то, что должен! Пожалуйста, Эш! Не надо! Со мной все в порядке! С тех пор молю Всевышнего я вновь и вновь, Ответь, за что нам эта идеальная любовь! Я спрашивал у Тополя, у Ясеня бы дал, Как продавец и консультант мог встретить идеал, Как идеал запал на консультанта-продавца! Пожалуйста, Эш! Не надо! Не делай мне больно! Ты поклялся! Поклялся, что мы всегда будем вместе! Я люблю тебя! Я не сделаю тебе больно, родная! Обещаю! Я тоже тебя люблю! Эшли! Эшли! Помоги мне! Вытащи меня отсюда! Пожалуйста, снимите цепи! Выпусти меня! Со мной все хорошо! Шерил, выпусти меня! Не делай этого, старик! Она все еще демон! Обе эти сучки все еще демоны! И... Ах! Вот дерьмо! Прости меня, Скотти, но я проигнорирую твою смерть и пойду открою эту дверцу! Она ведь все-таки моя сестра! Боже, кому я это говорил? Чувак! Я же тебе, блядь, говорил! Ебать! Снимите цепи и выпусти меня! Со мной все хорошо! Ах, вы гады! Зачем вы так мучаете меня? За что? А посмотри, кто по-прежнему плохой! Мы до тебя доберемся! Мы до тебя доберемся! Ты никуда не денешься! Станешь одним из нас! Мы же с тобой голубки! И продолжим варковать в аду! О, нет! Эш! Эш! Оттяпай ей башку! Побег, я знаю, что говорю! Ах да, я еще и умираю! Прости меня, Линда! У меня нет выбора! Я должен оттяпать тебе башку! Мы до тебя доберемся! Мы до тебя! Мы до тебя! Я так понимаю, это тебе больше не понадобится! О, Линда! Никогда не думал, что все закончится вот так! Я тоже! Ты все еще живая? Живая и кусачая! Ты кусаешь мою руку! Моя единственную здоровую руку! Предупреждаю тебя, детка! Не заставляй меня снова браться за топор! Тебе конец! Бензопила! Бесполезно! Можешь не искать! Моя тело! Моя тело! Моя тело хочет тебя! Слушай, а шикарный у меня тело! Пришло время умирать, старая корга! А когда-то ты считал меня красивой! Дорогая моя! Ты сильно запаршивила! Я люблю тебя! Я не убийца! Я в супермаркете работал А убивать свою коллегу Есть преступление Против гзота Но ты убить меня хотела И будешь пробовать опять А значит, извини, родная Настала Время умирать Умри! Любовь моя! Умри! Любовь моя! Умри! 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 Папа, я дома Все не так плохо, как кажется Конец первого акта Конец первого акта Акт второй Умри! 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 Папа, я дома Все не так плохо, как кажется Боже мой, где мой отец? Что ты с ним сделал? Что ты с ним сделал? Я же сказал, все не так плохо, как кажется Ну, то есть, да, тут есть одна окровавленная, отрубленная голова Но зато нет кучи тел в углу Больше нет У тебя есть одна минута, чтобы все объяснить Тогда я буду краток Да, я уже услышал достаточно Что ты сделал с моим отцом? Да, что? Что ты сделал с отцом? Эй, давайте забрем его здесь Нет, не надо А ну полезай в подвал, ни к чему, ты кусок говна Вот так, закрываем На замок, да, да, вот так Ну все, теперь поеду, через пять минут я проведу шерифа Моего отца здесь нет, но есть его вещи Где же он может быть? Прошло всего несколько часов с тех пор, как я перевел и произнес вслух заклинание, воскрешающее мертвых Слушайте, это голос моего отца Я боюсь, что живые люди стали одержимы кандарийским демоном Да простит меня Господь за то, что я выпустил в этот мир Кандарийский демон? Что за чертовщина? Похоже, там есть кто-то еще Так давайте валить отсюда ко всем херам Ой, у меня в подвале гости Свежая душа Выпустите меня Еще чего Это уловка Ну ладно, черт с тобой Давай, вылезай Да вылезай ты скорее Что за хрень? Закрываем обратно, закрывай, давай Скорей Фу ты, ну ты Эд? Чуть не попался О боже Ты цел? Вот и хорошо Я доберусь до тебя, Эш Чувствую себя Халком Хоганом в том фильме Я доберусь до тебя, братишка Замолчи А у меня тут аудиоколлекция твоей любимой группы на десяти дисках Рано или поздно ты ко мне придешь Заткнись А вот тебе пародия на Доминика де Луиза Я проглочу твою душу Заглохни Это будет, как если бы ты умер, вставив всего один раз девушке свете Ты сдохнешь На раз свете Ну все, сдохнешь на раз свете На раз свете Че это, блять, за хуйня? Да это старая история Вы наверняка ее уже сто раз слышали Один юноша со своими друзьями поехал в отпуск в лес Трое друзей превратились в кандарийских демонов Одного друга убили зловещие деревья Двух демонов убили их любящие парни А один остался в подвале и убивает всех, кто туда попадет Я же говорю Вполне типичная ситуация А что, все демоны разговаривают с сарказмом? Нет, насколько я успел понять, так умеет только она И именно ее вы оставили в живых Ну да Виноват А я все равно тебе не верю Но выяснять правду не намерен Я сваливаю Никто туда не выйдет, пока не взойдет солнце Послушай-ка меня Нет, это ты меня послушай Никто не смеет так Посмотрите, о господи Посмотрите, кто теперь пихой Да блять Никто никуда не пойдет Ты что, не боишься? Ни капельки, понимаете? Когда пообщаешься какое-то время со всей этой потусторонней нежитью То узнаешь их иерархию Ты не напрягайся, старина Есть серьезные демоны, которые действительно очень опасны А есть так называемые второстепенные демоны Второстепенные демоны? Ну да, чисто для массовки В них нет ничего особенного Они просто ждут, когда ты их замочишь Такого как я, им ни за что не убить Главного персонажа Героя, если хотите Так просто не бывает в подобных сюжетах Так что ты, старина Второстепенный демон Уж извините, что я его не испугался Не люблю соглашаться с живыми, но Эш прав У него тут главная роль, и тебе ни за что его не замочить Понял? Так не честно Он не второстепенный демон Ой, да ладно Он тут и трех слов не произнес Мы даже не знаем, как его зовут Его зовут Эд Ну... Теперь зловещий Эд Все нормально, Энни Тебе больше не надо меня защищать Они правы Они совершенно правы В любом ужастике Такой и есть персонаж Кого не помнят Ведь так мал экранный стаж Почти нет текста И на внешность всем плевать Коль герой убьет врагов полсотни Я буду просто трупом номер Тридцать пять Ведь я второстепенный демон Я незначительная роль Скажу, ты сдохнешь На рассвете Но какая в этом соль Я пустое место Над которым глумится герой Да, я Злодеющий Эд Из злодеев Чешелон Второй Но Эд, ты заметил? Мы слушаем тебя вот уже целых две минуты Ты произнес монолог Ты один Больше ты не второстепенный демон А самый настоящий полноценный персонаж Звезда Ты права Вижу я стереотипы подкачали Сказал я много текста Мне при этом не мешали Я больше не второй Эй, зритель, ты заметь А ныне этот демон будет петь И петь И петь Я Теперь тебя ждет второстепенная роль В аду О, Эд 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 Собери Сколько можно его оплакать Мой парень умер всего три секунды назад Знаю, но тебе надо двигаться дальше Но ведь он был Не перебивай меня Он был Я сказал не перебивай Послушай меня, детка Я тебе не какой-нибудь там податливый подкаблучник Которого можно всячески шпунять Такого типа я только что убил Как ты можешь быть таким бессердечным? Таким плохим? Хороший Плохой Главное у кого ружье Но я все равно не понимаю, что ты делаешь в этой хижине Я могу задать тебе тот же вопрос Это наша семейная хижина А я разве задавал этот вопрос? Скажи, все парни в Мичигане такие болтливые хвостуны? Нет Только я, детка Только я Забавно Что? Помнишь ту тропу, по которой мы пришли? Так вот, ее больше нет Как будто лес ее проглотил Я же вам говорил Этот лес обладает разумом Он зловещий И до рассвета нам отсюда не выбраться Так тихо Распердить твою налево Что это было? Может что-то пытается пробить себе путь в наш мир? Я думаю точно так же, когда слышу всякие странные звуки По-моему, звук шел вон оттуда, из окна Пойдем все вместе Египетская сила! Это призрак! Это мой отец! Это отец-призрак! Папа? Энни! Здесь обитает злой дух, который хочет уничтожить тебя Твое спасение лежит вот здесь В страницах книги, которую ты нашла Прочитай вслух заклинания Изгони зло! Спаси мою душу И свою собственную жизнь! Странновато! И не говори Призрак моего отца сказал, что единственный способ изгнать зло Это перевести вот эти заклинания Ну, вперед за дело! Хорошо Я тогда приступлю к переводу Энни, что-то не так? Нет? Нет? Все хорошо Вот и славно Просто мне по жизни не везет Всякий раз стоит мне подумать, что беда миновала, как она тут же возвращается Да что тут может пойти не так? Так уж повелось, что всех мужчин в моей жизни убивают кандарийские демоны Чего? Я говорю Всех моих мужиков убивал почем зря Демон кандарий Всех твоих мужиков убивал демон кандары Сначала был Эд Классный мужик Не любил он болтать, что для меня просто шик Я видела нас С супружеской парой И успела уже даже платье купить Но его вдруг убил демон кандары Демон кандары Демон кандары Демон кандары Еще был мой папа Папа Хозяин этого домика Любил перед сном он читать Не экрономика Мигу мертвую Я думала он Задаст тут всем жару И будет ништяк Но он вышел из боя Его замочил почем зря Демон кандары Демон кандары Демон кандары Демон кандары Любовь так жестока Я в том убедилась Моё сердце терзают пожары Миг всех мужиков убивал почем зря Демон кандары Энни, детка Понимаю, все это выглядит крайне безрадостно Так всегда бывает Но все-таки думаю, ты слегка преувеличиваешь Да, твоего отца и жениха убил кандарийский демон Но не может быть, чтобы прямо все мужчины в твоей жизни разделили ту же участь Да неужели? Я помню, как в школе В школе На выпускной Я пошла на свиданку с одним пацаном Свиданка? Чудесная ночь Обернулась кошмаром Кошмаром Потому что в процессе убил пацана почем зря Демон кандары Все одногруппники ушли на тот свет Все коллеги, мужики и даже педик-сосед Каждый день сходил в могилу новый юнец Стоит руку мне пожать, и ты уже жилец Детка, я и понятия не имел Любовь так жестока Я в том убедилась Мои сердца терзают пожары Для всех мужиков Абсолютно всех мужиков в моей жизни Он поколом на всех мужиков в моей жизни Убивал по чем зря Демон кандары Демон кандары Абсолютно все А вам не кажется, что сейчас немного неуместно Держать меня за руку Детка, я тебя не держу Черт побери, опять моя рука Ох ты, сучка Эй Уходим отсюда Учитывая всю эту жутковатую хренатень Один я не пойду Вы пойдете со мной Если ты задумал выйти в лес, то можешь забыть об этом Энни, надо перевести вот эти заклинания Да едить Колотить Что такое? Как будто кто-то только что прошелся по моей могиле Что это за картинка? Что это? В 1300 году этого человека называли героем с неба Было предсказано, что он уничтожит зло Как-то хреново он справился Так, отец сказал мне, что спасти его душу и свои жизни мы можем только переведя эти заклинания Их всего два Прочтение первого заклинания заставит зло явиться воплоти А нафига нам это нужно? Иначе нельзя Явившись воплоти, зло будет обязано провести специальный военный ритуал в честь некрономикона Только затем оно сможет напасть Стало быть, до этого момента надо успеть прочесть второе заклинание И что будет, когда ты прочтешь второе? Прочтение второго заклинания откроет своего рода щель во времени и пространстве В которую мы испихнем зло Во всяком случае, именно так я перевела эти тексты Вот так так Теперь я тут главный Откуда это взялось? Ну так вот Мы найдем эту тропу и вернемся домой Только, как я уже говорил, один я не пойду Мы выберемся отсюда Все Да нет, идиот, ты всех нас погубишь Как ты не понимаешь, с этими страницами у нас есть хотя бы шанс В задницу вашу абракадабру Эти страницы ни на хрена не годятся И кроме того Теперь у вас нет выбора, пижоны городские Шагайте Пошли Ты спякнул Я сказал шагай Ты глупец Я тебе башку снесу ко всем херам Теперь я вами управляю Ну здравствуй, мистер Забавные Штанишки У меня для тебя новость, приятель Ты управляешь всего двумя людьми Джеком и Никем Причем Джек только что уехал Да неужели? А я-то был не в курсе Спасибо тебе большое, что поделился с тобой ценной информацией Сукин сын Да отстань ты от него Как ты не понимаешь, он же пытается помочь нам Ни хрена он нам не помогает Как ты можешь такое говорить? Вот так, взял и сказал Он ни хрена не помогает Что? Он пристрелил твоего парня Сильно тебя не поводок Смотрите, кто теперь плохой О господи, нет Только не мои яйца Отпусти Нет, боже, ешь все остальное Только не яйца Чтоб тебя, женщина Че у тебя за проблема Драть тебя в твой пустой череп? Прости, Джейк Я хотел ударить Эша Я похож на человека Ростом в 6,5 футов С одной рукой Худого Разве я похож на сраного демона? Как можно было нас перепутать? Прости, Джейк Да етить колотить Эта тварь все еще там Етить колотить А значит, он перебьет нас Как только вернется Етить колотить Ну ладно, ты посиди пока Вот тут А я погляжу в окно Да етить колотить Я ничего не вижу Помнишь меня? Черт, Джейк Прости Нет 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 Я чувствую себя деревенским быдлом Я чувствую себя деревенским быдлом Приветик Шмара городская Нет 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 День Нет Вом, И Я О, Линда! Нет, оно меня отпустило, я в порядке! Да ё-моё, ты меня слышишь? Ты слышишь, что я говорю? Я в порядке! В порядке! Кулон моей девушки вернул меня в норму! Но твоя девушка носила этот кулон и всё равно стала кандарийским демоном! Знаю! Это кажется слегка нелогичным! Но поверь мне, я в норме! Ладно, может и так, но надолго ли? Слушай, если мы хотим победить, нам нужны эти страницы! Так давай же спустимся в подвал и сразимся с ведьмой! Постой, Эш! Тебе понадобится вот это! Улёт! Эй, сучка! Потанцуем? Пусть... рать... Тебе? Спасибо! Эй! 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 Эй, Набан! Эй! 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 Я убью тебя, Эш! Убью! Шерил, мне надоело, что ты постоянно хочешь меня убить. Видишь вот это? Это моя громпалка! Двухстволка Ремингтон, 12-й калибр. Лидер продаж в нашем супермаркете продается в спортивном отделе. Все верно. Эту малышку сделали в Мичигане. Розничная цена 109 долларов 95 центов. Приклад из настоящей древесины, ствол из нержавеющей стали, а курок очень чувствительный. Вот-вот. Покупай с умом. Покупай в нашем супермаркете. Поняла? Я проглочу твою душу, проглочу твою душу! Проглоти вот это! Прошу прощения. А тебе не кажется это немного неуместным? Ведь мой парень умер всего 20 минут назад, а твоя девушка за 10 минут до этого. Ну и что ж теперь? Всю жизнь горевать. Ты прав. Думаю, самое время прочитать заклинания из этих страниц. А, ну да. Давай разделаемся с этим злом раз и навсегда. Запомни, первое заклинание заставит зло явиться воплоти. А второе, создать своего рода щель во времени пространстве, в которой мы испихнем зло. Я понял. И еще кое-что, Эш. Запомни, когда зло явится воплоти, оно начнет проводить военный ритуал в честь некрономикона. После чего будет нападать. Поэтому надо дождаться конца ритуала, прежде чем читать второе заклинание. Стало быть, адский военный ритуал, да? Хотел бы я на это посмотреть. Это будет адский отжиг. Сто процентов. Главное, успеть прочитать второе заклинание до того, как они нападут и уничтожат все человечество. Поехали. Носператус аламемнон конда! Носператус аламемнон конда! Некрономиком! Будем славить некрономиком нашим особенным танцем! Что еще за особенный танец, демоны? В аду танцуют особым путем. Давайте покажем, как мы ждем день за день. Можно сделать вот так, только если ты трубак. Прыгать, как шальные перцы, только если встало сердце. Двигать попой суперномер, только если уже комик. А можно сбаться к макарену, это для олигофренов. Адский отжиг под баяны и гармонику. Вместе соберемся, будем славить некрономиком. Славься некрономиком! Славься некрономиком! Давай, давай, прославим некрономиком! Следуй за лосем, влезай в петлю скорее. Здесь ведь как на карнавале, только веселее! Прыгнем вверх, присягнем, затем снова встанем и рукой закрутим, будто машем всем. Поворот и пара хлопков, будто требуем на биск всеми любимых пенов. Робот и рукой поворот, а в конце стандартно машем, будто током нас пьет. Адский отжиг под баяны и гармонику. Вместе соберемся, будем славить некрономиком! Славься некрономиком! Славься некрономиком! Давай, давай, прославим некрономиком! Давайте бросим этот балл, сперва закончим ритуал. Давайте их уже убьем, сначала песню допоем. Я хочу их всех сожрать, устав, надо соблюдать. Ну пошли на них войной, я не пойму, ты че, пухой? Лишь после танца сможем их всех убить. А пока давайте, братцы, будем дальше книгу чтить. Прыгнем вверх, присядем за тем, снова встанем и рукой закрутим, будто машем всем поворот. И пара хлопков, будто требуем на биск всеми любимых пенов. Робот и рукой поворот, а в конце стандартно машем, будто током нас пьет. Адский отжиг под баяны и гармонику, вместе соберемся, будем славить некрономиком! Славься некрономиком, славься некрономиком! Давай, давай, прославим некрономиком! Довольно этих ужасных танцев! Я терпеть не могу, когда плохо пародируют Генри Уиклера! Это ваш лучший Генри Уиклер? Я прочитала первое заклинание, от которого зло появляется воплоти. Сейчас они танцуют, но скоро нападут и поработят все человечество! Так заканчивай скорее! Осталось второе заклинание, которое откроет проход и засосет зло! Так читай его! О, кончай уже с этими заклинаниями! О, нет! Опять моя рука! Будь ты проклята, рука! Я умираю, Эш! Эми, ты не можешь умереть! Мне не одолеть это зло в одиночку! Ты сможешь, Эш! Сможешь! Настало время сразиться с ними! Настало время действовать в одиночку! Настало время! Энни! Энни! Ведь мне наслаждение дарует лишь с демонами борьба! Пора выйти в бой с этой бензопилой и здоровой рукой! Хватит пудрить им плеш! Став пистона им, Эш! Пора! Да, Эш, пришла пора! Но не для того, что ты думаешь! Пора тебе Умереть! А нам живых Пебел растереть! Пора тебе Телом отмладеть! Пора! Пора! Да, пора! Пора демонам плакать! Игра! По моим пошла правилам! Пора! Демона, пухай, татарь! Чтоб вы Не забыли, как вставил вам! Пора! Пора начать нам смертный бой! Пора убить всех тех, кто злой! Пора пилить и расстрелять! Пора обойдать! Закатайте губу, я не буду в гробу! Вот пуск веки у меня! Мой не сбросит песок, ни один волосок в эпицентре огня! Нет на свете пока сильного мертвяка, чтоб меня победил! На пороге беды! На пороге беды найди мужество ты! Или в ушел, или пилу, да хотя бы тяжелый предмет! Тяжелый предмет! Пора тебе умереть, а нам живых пепел растереть! Пора тебе телом охладеть! Пора, пора, да пора! Ну, подходите! Ну, подходите! Тяжелый предмет! Да! Нет! 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 О! Нет! Не! Нет! И чудесные голосы! Эй, Эээш! Всем одного? Эээш! Энни! Энни! Энни, ты снова ожила. В последнее время здесь часто такое происходит. Начинай читать заклинания. Отправь демонов обратно в ад. Очнись! Очнись! Как это остановить? Как это остановить? Прочтение второго заклинания открыло щель во времени и пространстве, которая засосала зло туда, откуда все началось. Но поскольку щель не могла отличить добро от зла, хижина и все ее содержимое, включая нашего героя, также перенеслись к истокам происхождения зла. В 1300 год нашей эры. Где я, черт возьми? В средних веках. Чего? В средних веках. 1300 год нашей эры. О, нет! Да! Нет! Минуточку. Че? 1300 год? Ну да. Нет, это невозможно. Но это так. Это какая-то ошибка. Нет, именно здесь. Вы меня разыгрываете. А это что за хренатень? О, боже. Что? Что такое? Они идут. Кто? Кто идет? Заткнись и прячься, идиот. Убить его! Он мертвяк! Нет, погодите, это какая-то ошибка. Убить его! Он плохой! Я не плохой! Не плохой! Убиваем по счету три. Раз, два... А посмотрите, кто плохой! Слава тому, кто прибыл с небес, чтобы защитить нас от мертвяков! Слава! Вот наш король! Как твое имя, благородный король? Меня зовут Эш. Слава королю Эшу! Слава! 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 Слава, слава повелителю чудес! Королю, который рухнул к нам с небес! Всего одной рукой богами наделен! И мертвяков уложит одной левой он! Три-четыре! И мы славим короля! Славим короля! Славим, 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 славим короля! Славим короля! Мы погибали! Мы погибали от людей сатаны! Но вот герой прилетел, а значит мы спасены! Он красавчик и атлет! И в пинг-понге ему равных нет! И мы славим короля! И мы славим короля! Славим короля! Благословенны дни, пока тобой полна земля! Ты прямо на нас упал в этот раз! И поэтому сейчас мы славим короля! Славим короля! Я пролетел водоворот! Смотрю, кругом какой-то сброт! Я, их надежда и оплот! Но оно и понятно, ведь в средние века никто не думает, что с небес может свалиться обыкновенный идиот! И мы славим короля! Славим короля! Мы славим короля! Славим короля! Славим короля! Славим короля! Мы запрослали чудо! Класс, класс, класс! Вот перед нами он стоит, веди побеги нас! И мы славим короля! Славим! Короля! Слава королю, детка! КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВИЦЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА